Всем привет, с вами Doom. Сегодня посмотрим на новиночку, а именно комикс под названием Мордобой, более нам известный в России под названием Пипец. Хотя его в оригинале вообще надо было называть, не знаю, жоподер какой-нибудь, как-то так. Но, наверное, цензуры бы не пропустил, но звучало бы, наверное, и смотрелось круче, чем Мордобой. Ну да ладно, это комикс у нас от известного Марка Миллера и Джона Ромиты-младшего, который, собственно, рисовал. Вот, ну, как я уже говорил, это уже нам в России он известен как Пипец. Выходил фильм в 2010 году, потом продолжение, по-моему, в 2013 выходило, вторая часть. Но вторая часть как-то не очень. Вот первая довольно-таки неплохая была часть. И советую тем, кто еще не смотрел, посмотреть ее в нецензурном переводе как бы существует два, две версии. Одна как бы цензурная, которую показывали в кинотеатре, дубляж, и есть дубляж, который там не цензурный, как бы там маты, но как-то с этим смотрится лучше. Не знаю, как-то получилось. Жаль, что, конечно, в кинотеатрах тоже не показывали. Ну да ладно. Комикс, кстати, такой толстый. Я думал, он будет такой какой-нибудь тоненький. Но, казалось, посмотрите, вот такая книженция толстенная стоит, так же, как и, например, Хоукай какой-нибудь, Дар Дейвилл. Так что вот такая книженция. Всего выходило три как бы ТПБшки. Это вот первая часть. Не знаю, там, когда выпустят вторую. Я спрашивал у издательства, сказали, что как пойдут продажи, так и, возможно, выпустят вторую и третью книги. Комикс, естественно, я уже прочитал. Ну для себя, по идее, ничего нового я такого в этом комиксе не нашел, так как он практически полностью повторяет фильм. Точнее, комикс лег в основу, да, сюжета фильма. Немного, конечно, изменены персонажи, вид, точнее, название у некоторых персонажей. Но в целом все то же самое. Есть, конечно, в самом фильме все как бы быстро. Это, да, я описывал. Здесь как бы маленькие такие моменты есть, которые нету в фильме. Так что даже если вы смотрели уже фильм, рекомендую вам, собственно, прочитать и комикс. Ну сюжет я, наверное, полностью раскрывать не буду. В общем, все действие у нас закручивается вокруг вот этого подростка, Дэйва Лизевски, который обычный американский подросток. Очень увлечен он комиксами, в частности, Марвел. Да, кстати, в данном комиксе очень много упоминаний персонажей серии комикса Марвела, но это неспроста, потому что издательство Icon, которое выпустило этот комикс, это подразделение Марвел, то есть это можно сказать комикс от Марвел. Поэтому здесь упоминания Человека-паука, Капитана Америки, по-моему, даже комиксы засветились, Amazing Fantasy. Вот Дэйв у нас обычный подросток, сильно увлекается комиксами, решает в один момент стать тоже борцом с преступностью, покупает себе костюм на eBay и начинает патрулировать город Нью-Йорк, в частности, свой район. Но первый же его такой, сказать, рейд наканчивается неудачно, его чуть ли там не убивают, сбивает также машиной вместо того, чтобы помочь. И он попадает в больницу на несколько месяцев, и ему как бы вместо каких-то костей вставляют пластины металлические, и за счет этого он практически не чувствует боли, то есть притупляется боль у него, его можно бить, избивать, и он как бы не будет чувствовать боли. И вот он опять, неученный этим уроком, то, что может погибнуть, опять выходит на улицу и как бы начинает опять бороться с преступностью. И тут его встречают, так сказать, Big Daddy и Hit Girl. В российском фильме они назывались Папаня и Убивашка. Тут же его называют Большой Папочка, а Убивашку также Убивашкой. Отличия, конечно, есть от, так сказать, фильмовой Убивашки и Папани. Убивашка здесь какой-то у него парик другой, но, в принципе, также ее зовут Минди. А Папаня вообще другой. В фильме, кто помнит, он выглядел практически как Бэтмен, он мне напоминал всегда Бэтмена. Здесь же он выглядит вот в таком как бы плаще, красной маске, и красном каком-то тоже свитере, красных перчатках. Так что вот видите, уже это отличие от фильма. Также такой союзник пипца, это Кровавый Угар, по-моему, его называли, да? А здесь он называется Красный Туман. Вот. И костюм у него тоже вообще другой был. В фильме, кто смотрел, помните, у него только как бы волосы красные были. В общем, в фильме костюмы как-то у некоторых героев, кроме главного, не очень смотрятся. В комиксе они довольно-таки получше. В общем, в комиксе много насилия, убийств, крови, отрубленные головы и так далее. В общем, любителям таких моментов понравится. Но, как я и сказал, комикс отличный. Никаких дополнительных материалов, обложек нет. Вот чисто всякие пояснения, примечания. Вот. Вот такой комикс под названием Мордобой. Всем рекомендую его прочитать, особенно тем, кому понравился фильм. Ну и ждем, надеюсь, выйдет продолжение. Вторая и третья книги, как, надеюсь, продажи у комикса будут нормальные. Так что покупайте. Ссылку, где приобрести, можно, я оставлю в описании. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok